Портрет разыгрывающего Могилевского Борисхена Брайана Старра. Этот парень из Канзаса любит баскетбол, камеру и внимание. Легкий на подъем и раскрепощенный американский разыгрывающий. Брайан Старр, звездный рыцарь нашего чемпионата. На предложение записать небольшой разговор соглашается сразу же. Принять у себя дома тоже без проблем. Приезжайте, мои двери открыты. И вот мы в Могилеве, где Старр последние два сезона тащит местный Борисфен. Всем привет! Меня зовут Брайан Старр. Пойдем покажу, как я живу. Начнем с кухни. Не скажу, что я провожу здесь слишком много времени. Я не самый лучший повар, но все-таки пытаюсь готовить как могу. Вот это место, где я пропадаю часами. Здесь я делаю все свои видео. Записываю влоги. Иногда мы можем посидеть тут с друзьями. Такой маленький уютный уголок. Это гостиная. Достаточно светлое и просторное. Что я обычно делаю? Смотрю ТВ, фильмы или сериалы. Или просто отдыхаю после тренировки. Кстати, я начал учить русский. У меня тут есть кое-что. Это алфавит. Вечерами сажусь за него, изучаю понемногу. Не могу сказать, что это дается мне легко, но потихоньку осваиваю. Б, В, Ж, Д, Е, ЙО, Ж, З. Я знаю практически все буквы, разве что за исключением парочки. С ними пока еще не могу справиться. Я не знаю ни одну из этих букв. Будет лучше, обещаю. Я еще только учусь. Вот моя спальня. Она не очень большая. Да и я практически ничего не делаю здесь. Только сплю. Моя любимая вещь здесь – шторы. Ведь тут Нью-Йорк. Как только смотрю на них, сразу думаю об Америке. Вспоминаю о доме. Зная о любви баскетболистов стильно одеваться, в тему будет вопрос о предпочтениях в одежде. Сейчас мой шкаф почти пустой, потому что все вещи в стирке. Но я могу показать парочку своих любимых. Вот моя любимая футболка. Ношу ее постоянно. Вот еще одна. Очень люблю черный цвет. А вот и наша форма. Мне очень нравится. После экскурсии по квартире самое время поговорить о главном. Суперстар. Звездный мальчик или парень-звезда, как частенько называют американца. Сама судьба неспроста предопределила ему эту роль. И его звездным полем должен был стать баскетбол. Я играю в баскетбол с пяти лет. В детстве мне еще очень нравился американский футбол. Я был очень хорош в нем. Но когда я стал старше, понял, что заниматься хочу исключительно баскетболом. И сделал свой выбор. Хотя футбол все еще по-прежнему люблю. Частенько смотрю игры. Казалось бы, Стар – это всего лишь фамилия моего отца, которая досталась мне. Ничего особенного. Но... да, это работает. Когда я был в старшей школе и уже добился определенных успехов, СМИ часто выигрывали мою фамилию. Они писали «Звездная сила», «Звездный мальчик». И я всегда старался соответствовать. Выкладываться по максимуму и играть настолько хорошо, насколько могу. В Могилеве Стар проводит свой второй сезон. За эти два года он уже успел стать лидером клуба. А в прошлом году был признан лучшим защитником серии плей-офф. Казалось бы, что американцу делать в этом небольшом городке? Могу сказать, что Борис Фен уже успел стать мне чем-то родным. Я нужен клубу. Клуб доверяет мне. Даже несмотря на то, что я сделал достаточно ошибок. Это все молодость. У меня не было нужного опыта, поэтому я так много ошибался. Здесь же я получил его. Тренер и руководство были очень терпеливыми по отношению ко мне. Давали мне достаточно возможностей. Поэтому я очень благодарен им и чувствую себя здесь как дома. У меня отличные отношения с болельщиками. Я знаю, что нужен им. В общении Брайан невероятно прост. Отвечает на любые вопросы, откровенничает, с легкостью вспоминает о забавных и курьезных моментах. Помню, в мой первый год здесь я решил выбраться в город. Но я совершенно не знал, как ходит транспорт. Я сел в автобус. Я не помню, сколько я проехал. Я ехал до тех пор, пока водитель не сказал, пора выходить, это конечная остановка. Я оказался на другом конце города и совершенно не знал, как вернуться обратно. У меня еще выключился телефон, так что вызвать такси я тоже не мог. Помню, зашел в какой-то магазин, попросил позвонить. Набрал тренеру, сказал, коуч, кажется, я потерялся, помоги мне. Он вызвал мне такси, и так я приехал домой. Да уж, тяжелый денек, но определенно это было весело. И на десерт самый интересный факт о нашем герое. Скорее, даже не факт, а гвоздь программы. Стар, начинающий блогер. Почему я решил начать блог? Потому что... Когда я только приехал в Беларусь, для меня все здесь было в новинку. Совершенно другая страна, другие люди, быт, абсолютно новая культура. Ну и все мои друзья, знакомые, задавали мне очень много вопросов о том, как мне город, как я устроился здесь, просили рассказать о Беларуси. Вот я и подумал, почему бы не снимать это на видео. В первую очередь хотел показать им здешнюю культуру и как можно больше рассказать о стране. К тому же в своих видео я стараюсь много времени уделять баскетболу. Показываю кадры с игры, тренировок, которые были бы интересны болельщикам. Плюс больше рассказываю о себе, поэтому у моих подписчиков есть возможность получше узнать, кто такой Брайан Стар. Сначала просто записывал короткие видео для себя и сохранял их, зная, что когда-нибудь придет время о них рассказать. Теперь я плотно этим занялся. У меня есть знакомый, который помогает мне с созданием роликов. Съемка, монтаж, обработка – этим всем занимается он. Возможно, когда я получше разберусь с монтажом, буду делать это сам. Но сейчас меня все полностью устраивает. Специально для нас Брайан организовал подобие мастер-класса «Поведение блога». Вы готовы? Что ж, поехали! Это Слэмданк «Беларусь 5». Беларусь 5, Слэмданк. Дор. Живую комнату. Это, где вся эта магия... Я думаю, что нет. Первое, я начну с этим сказать, что происходит, это твой брат Бистар. Всем привет! С вами ваш Бистар. Эй, Беларусь 5, я хочу играть за сборную Беларуси. И это моя следующая цель. В своих видео баскетболист любит использовать популярные русские треки. В качестве музыкальной паузы просим куплетик в студию. Королева танцпола. Королева танцпола. Да, танцпола. Данцпола. Стар далеко не из тех спортсменов, кто питается исключительно овощами и морщится при любом упоминании об алкоголе. Признается, что иногда любит провести вечер в шумной компании. А теперь три вещи, которые больше всего впечатлили нашего американца в Беларуси. Самое первое, что это холодно. Конечно, самое первое, это холод. Да, я бывал в холодных местах в Америке, но по сравнению с Беларусью, там была настоящая жара. Здесь же, особенно зимой, творится что-то просто невозможное. Очень холодно. Второе, это дороги и скорости. То, как здесь водят машины. Иногда, если я выбираюсь куда-то в город на такси, приходится привыкать, что здесь все ездят очень быстро, петляют, обгоняют. Да, на ваших дорогах совершенно другие правила. Ну и третье, это девушки. В Беларуси очень красивые девушки. Это правда. Просто не мог не сказать об этом. Еще одна слабость баскетболиста – татуировки. Их у него, если посчитать, хотя нет, пожалуй, это сложная задача. Это была моя первая татуировка. Я сделал ее, когда мне было 14. Да, я был очень молод, но мне очень хотелось. Вот это вторая. Здесь написано «Звездный мальчик». Я решил сделать эту надпись после того, как журналисты назвали меня так в одной из газет. Эти буквы обозначают мой штат Канзас, место, где я родился. Вот эта татуировка – мой знак зодиака. Водолей. А вот эта еще не закончена. Пока что она сделана не полностью, но скоро я реализую свою идею до конца. Татуировка на шее – это скорпион, знак зодиака моей мамы. Я сделал ее здесь, в Беларуси. Ну и вот это – портрет моего отца. Я сделал ее не так давно, память о нем. Он умер. Но он был очень дорог мне и навсегда останется со мной. Определенно, это моя любимая татуировка сейчас. Время в разговорах пролетает незаметно. Пора уже и на вечернюю тренировку. Во время сборов задаем вопросы об игровом номере. Почему второй? Вообще-то, мой номер 22. Но, как мне известно, никто из игроков не был знаменит и не добился высоких результатов с ним. Поэтому я решил, что я буду тем, кто прославит номер 22, если я попаду в NBA. Здесь же я взял просто двойку. Как по мне, это самые близкие цифры. Обычно дорога до Олимпийца занимает от силы минут 10. Но вот по пути Стар заходит еще в одно местечко. Я обычный человек. И да, иногда мне тоже хочется чего-нибудь не самого полезного. Эти ребята знают свое дело. У них лучшая шаурма в городе. Думаю, моему тренеру это вряд ли бы понравилось. Зато это нравится мне. Вот теперь с новыми силами и в отличном настроении можно и на тренировку.